Всем привет! Сегодня я хочу с вами поговорить на тему антицеллюлитного массажа, с чем его едят, стоит ли на него обращать свое внимание, стоит ли тратить на это деньги, какие можно получить результаты и так далее и тому подобное. Если вы следите за выпусками на моем канале, то наверняка знаете, что до нового года у меня была целая программа по питанию, плюс 2 сеанса я делала антицеллюлитных массажей и все это было естественно направлено на то, чтобы сбросить вес, сделать свою фигуру более красивой, убрать залежи жира там, где они уже годами накапливались. Как я уже сказала, я сделала целых 2 сеанса антицеллюлитного массажа и каждый из этих сеансов длился месяц, то есть я делала целый месяц антицеллюлитный массаж, 3 раза в неделю, потом у меня был месяц перерыва и потом был второй сеанс, тоже он длился месяц, тоже 3 раза в неделю я делала этот массаж. Как вы наверное заметили, целлюлитом страдают не только люди, которые имеют реально лишний вес, но и абсолютные худышки. Поэтому если вы замечаете у себя явные признаки целлюлита и вам не комфортно от этого, то есть вас это где-то в середине грызет и вы хотели бы от этого избавиться, но ничего не получается, то я вам однозначно рекомендую попробовать антицеллюлитный массаж, потому что в моем случае он мне помог, ну я не хочу сказать, что избавиться от него, потому что я до сих пор не могу сказать, что я от него полностью избавилась, но процентов где-то наверное на 60, может быть даже 70, вот по окончанию двух этих курсов массажа я могу сказать, что я от него избавилась. Тело стало намного более гладким и те зоны, которые у меня были всегда проблемными, они конечно стали выглядеть намного лучше. Визуально сейчас только в одном месте я еще вижу признаки целлюлита, вот как раз вот там где попа, складка попы, и вот прям вот под этой складкой я еще вижу такие вот как бы неровности, но по всем ногам я уже перестала замечать вот эти признаки целлюлита, то есть ноги стали очень ровненькие, очень красивые, и нигде я не могу пожаловаться и сказать, что вот еще есть где там работать. Самое главное, в чем мне помог антицеллюлитный массаж, так это в том, что мой массажист, кстати, ее контакты я оставлю в описании, и кто живет в Одессе, можете к ней обращаться, потому что реально из всех ее клиентов я вижу, что она приносит результаты, и действительно от нее девчонки выходят очень довольными. Так вот, чем конкретно она мне помогла, так это тем, что она разбивала конкретно мои проблемные зоны. У меня проблемная зона всегда это были уши, зона галифе, грубо говоря, и на этой зоне у меня всегда были такие очень твердые, очень такие уже сбитые наросты жира, то есть шла вот так вот талия сужалась, потом шли бедра, а потом еще шире вот эти были наросты. И что я не пробовала, я сидела на диетах, даже когда я очень сильно худела, у меня было время, когда я очень сильно похудела, все равно при этом вот именно вот эти конкретные уши никак не хотели уходить. То есть я везде была совсем тонюсенькая, у меня совсем были худые руки, совсем худая была такая грудная клетка, видно было просто все ребра, но в то же время вот конкретно в этой зоне все равно я видела вот эти ненавистные уши. И когда я пришла на массаж, я ей сказала, что я вот очень хотела бы именно избавиться от них в первую очередь. И я, конечно, безумно рада, что именно этого эффекта я в первую очередь и добилась. Массаж, мой массажист Настя делала на все тело. Почему она делала на все тело? Потому что, как она мне объяснила, если массажировать только какую-то одну точку, а я вот когда к ней шла, я была уверена, что массаж это будет сугубо только там ноги, попа и все как бы. Но она мне сказала, что если массажировать только конкретно одну точку, то организм это воспринимает так, что в этой точке уже он не может отложить жир по какой-то причине, и значит надо искать какую-то другую точку, где можно без проблем откладывать жир. То есть у вас начнет откладываться жир там, не знаю, в зоне живота, или в зоне рук, или в зоне лица. То есть какой-то способ он все равно найдет отложить жир, поэтому нужно бомбить, скажем так, сразу все тело. Что касается типа массажа, который я делала, то это был массаж полностью руками, то есть она не использовала никакие банки, присоски, всякие аппараты и так далее и тому подобное. И хотя на вид она такая очень миниатюрная девочка, но реально она очень качественно делает массаж. И на первых сеансах мне было даже больно немножко, потому что с непривычки это действительно массаж далеко не похожий на какой-то расслабляющий массаж, когда ты приходишь, ложишься, отдыхаешь, тебе хорошо, тебя там беличьим хвостиком гладят. Нет, это реально такой вот брутальный массаж, который действительно нацелен на то, чтобы разбивать ваши жировые отложения, как-то приводить в тонус ваши мышцы, приводить в тонус кожу. Поэтому не рассчитывайте на то, что это будет супер приятный процесс. И это сразу затрагивает тему того, с чем сталкиваются очень многие девчонки, когда делают антицеллюлитный массаж, а именно тема синяков. Я очень много читала информации в интернете по поводу того, могут ли возникать синяки, нормально ли это в процессе антицеллюлитного массажа, стоит ли сильно об этом беспокоиться и так далее и тому подобное. Антицеллюлитный массаж вообще не рекомендуется делать тем, у кого есть какие-либо проблемы с венами, сосудами и так далее и тому подобное. У меня конкретно никаких проблем по части здоровья нет, но у меня очень тонкая кожа и все сосуды расположены очень близко. Поэтому, когда Настя первый раз на меня посмотрела, она сказала, что да, это может быть проблемой. И когда я начала вот только к ней ходить, она мне сразу сказала, что мне нужно пользоваться чем-то таким вот укрепляющим сосуды по типу леотона. И я вот этим леотоном мазалась добрый месяц, наверное, для того, чтобы укреплять сосуды и не было каких-то сильных последствий. Первый сеанс массажа был действительно для меня, наверное, самым ужасным, потому что после него у меня по ногам были синяки. Но это ни в коем случае не гематомы, не что-то супер ужасное. То есть да, были синяки, особенно вот по бокам ляжки, очень такие заметные они были. И меня это, честно говоря, изначально напугало, но чем дальше я двигалась, тем меньше и меньше и меньше и меньше этого всего было. Под конец, когда я уже делала второй вот курс массажа, то у меня абсолютно вообще никаких синяков не было. И что, кстати, удивительно, конкретно после массажа, у меня частично вот эта вот моя сетка, которая была сосудистая на ногах, частично она спряталась. Я не знаю, связано ли это с массажем или связано это с тем, что я пользовалась леотоном. Вот не могу вам тут ничего сказать, но частично она спряталась. И теперь у меня синяки совершенно не просто появляются, потому что раньше, вот даже я играла со своей собакой, с Сэмиком, и если он вот так вот прыгал на меня и лапами на ноги, у меня после этого были вот такие вот синяки. Вот, чтобы не соврать, вот реально огромные синяки. Не глубокие там, не какие-то супер страшные, но у меня синяки появлялись элементарно просто. Вот стоило меня вот как-то, я не знаю, сжать, чуть-чуть хлопнуть, ударить, и все, у меня уже сразу на этом месте появлялся огромный синяк. После того, как я прошла два этих курса массажа, у меня синяки перестали вот так вот появляться. Сейчас у меня, конечно, синяки тоже появляются, но от реальных каких-то ударов, которые я хотя бы замечаю, а не так, что я смотрю на свои ноги и думаю, ой, откуда это вообще появилось, вроде же ничего такого не было, а я вся в синяках, как будто меня избивают вообще. Что касается еще отдельных помощников в борьбе с целлюлитом, то по словам моего массажиста, очень круто работает сауна. Я конкретно этот вариант не пробовала, потому что я просто сауну плохо переношу, но, как она говорит, сауна вообще это очень чудодейственный метод борьбы с целлюлитом, особенно если вы еще там попаритесь и потом либо сделаете самомассаж буквально в течение пяти минут. Она говорит, что массаж в сауне пятиминутный заменяет часовой массаж вот просто на холодное тело. Поэтому, если у вас есть возможность, вы хорошо переносите сауну, если она вам нравится, если вы тем более там бываете, то как бы вам не повредит сделать даже какой-то самомассаж, сделать какое-то скрабирование. Кстати, что касается скрабов, то это тоже очень хороший вариант поддержания тонуса в основном кожи. Я сейчас использую вот такой вот скраб, хотела вам его показать, потому что он мне очень понравился, вот реально очень-очень крутой скраб, это компания White Mandarin, и здесь это скраб масла для тела, эластичность и омоложение кожи. Это не какой-то антицеллюлитный конкретно, он здесь, я так понимаю, что медово-сахарно-кофейный, вот какой-то такой, это органическая марка, и реально этот скраб просто божественный. Во-первых, он реально очень такой вот зернистый из-за сахара, и когда вы его наносите, начинаете скрабировать свое тело, в основном я его использую как раз-таки на ноги, зону попы, то он очень хорошо начинает все скрабировать, этот запах кофе тоже безумный просто. Быстро довольно растворяется этот сахар, то есть постепенно начинает скрабировать меньше-меньше-меньше-меньше, но когда вы его смываете, у вас кожа просто бархатная, как персик, вот такая вот, увлажненная, то есть вот эти масла, которые входят в состав этого скраба, они остаются на коже, и кожа безумно просто увлажненная, безумно гладкая, безумно приятная, и я заметила, что если регулярно пользоваться, ну действительно вот кожа красивее выглядит от этого. Конечно, вот сугубо отдельно это средство вас не спасет от целлюлита, это не панацея, ничего из того, что я говорила, это не панацея, то есть не будет такого, что вы сделали, там прошли целый курс массажа, и все, вы теперь супермодель, и скажем так, и похудели, и подтянулись, и так далее, и тому подобное. Нет, это не панацея, но это реально работает, то есть если вы хотите уменьшить целлюлит, уменьшить проявление целлюлита, сделать кожу более эластичной, то все, о чем я говорила, это работает, но все требует времени, за там два раза, за три раза, или если вы будете это делать нерегулярно, с какими-то перерывами, там месяц забросили, потом один раз поскрабировались, то естественно вы никакого результата не увидите. Еще один очень хороший помощник для антицеллюлитного массажа, это какое-то качественное массажное масло, антицеллюлитное желательно. Я знаю, что очень популярное на просторах интернета масло Веледа, очень многие его рекомендуют, но конкретно когда я делала массаж, оно было распродано везде, то есть его вообще нигде нельзя было купить. iHerb прислал мне подтверждение, что оно уже появилось на складе, вот буквально только, может, недавно совсем оно появилось, но естественно массаж я уже сейчас не делаю, поэтому уже как бы мне вроде и без толку. Его очень хвалят, почитайте отзывы, я им конкретно не пользовалась, но его очень хвалят, поэтому почитайте отзывы, может быть вы себе его купите, может быть вам поможет. Я пользовалась обычным, вообще обычным маслом для массажа, не антицеллюлитным, потому что я антицеллюлитный, его по городу найти нигде не могла. Когда я в магазине спрашивала, есть ли в наличии антицеллюлитное массажное масло, все на меня смотрели такими глазами, мол, девочка, сейчас вообще-то не сезон, ну, потому что я реально массаж делала в октябре, получается, и в декабре, то есть это вообще не сезон, и в обычных магазинах начинают их закупать, вот где-то как раз вот в этот вот весенний период, когда начинается такой бум, все готовятся к пляжному сезону, и все покупают эти антицеллюлитные масла, поэтому, если есть возможность, купите хотя бы какое-нибудь, но смотрите на состав, чтобы он был максимально натуральный, не надо себя химозой какой-то лишний раз мазать. Хорошие помощники против целлюлита, это какие-то цитрусовые масла, в общем-то, почитайте состав, что вам понравится, то вы можете покупать. Ну вот, в принципе, наверное, и все, на этом я буду заканчивать это видео, если у вас есть еще какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, я постараюсь всем ответить, тема эта очень обширная, если вы хотите еще, чтобы я затронула какие-то темы антицеллюлитные, может быть, какие-то идеи мне подадите, то обязательно тоже пишите в комментариях, я все это учту, может быть, эту тему немножко продолжу, потому что я все еще продолжаю бороться с целлюлитом, мне хочется, конечно, до лета полностью уже от него избавиться, не знаю, получится он мне или нет, но тем не менее буду стараться, и, кстати, если у вас есть какие-то тоже способы, как вы боретесь с целлюлитом, и что реально работает, что вы увидели результат у себя на теле, пожалуйста, тоже пишите в комментариях, буду ваши способы тоже пробовать. А на этом я буду с вами прощаться, до встречи в новых моих видео, пока! Если вы его видели, или если вам вдруг неинтересна первая часть, а интересно, что же я припасла на самый последок, то оставайтесь, у меня здесь достаточно много всего, в общем-то, мы с вами здесь задержимся. В первую очередь мы будем мариновать с вами мясо, для этого я буду использовать кефир, это кефир самой низкой жирности, 450 граммов здесь, также нам понадобится соевый соус, и, конечно же, самое главное, это приправы.